Всех приветствую, дорогие зрители канала Герчик и Ко. С вами Виктория Осипчук. Сегодня у нас будет обзор рынка акций. Посмотрим с вами некоторые американские компании. Также посмотрим S&P 500. Начнем с S&P 500. Давайте посмотрим изначально старший таймфрейм. Это месячный график, что происходит на нем. Могу сказать одно, что акции, которые идут за индексом S&P 500, сейчас идут в таком же шартовом настроении. Сейчас многие идут на снижение. S&P 500 также очень сильно упал за эту неделю. Если смотреть недельный график, у нас очень сильно было падение. Причем падение у нас было в рамках широкого диапазона. То есть инструмент находится в нисходящем тренде. Но если смотреть глобально, у нас широкий канал. Если смотреть на месячный график, на месячном графике у нас уже инструмент зашел. Шартовый тренд и в принципе он продолжает падать. Пока цель ближайшая именно, я думаю, что на этот месяц, как у нас идет паранормальная активность, то есть у нас идут паранормальные бары. То есть у нас не идут накопительные бары, как здесь у нас идут паранормальные бары. Это означает то, что скорее всего будут остановки. Потому что с такими вот объемами не бывает такого, что сразу идет пробитие. Видите, где у нас паранормальные бары, там у нас идут развороты. Здесь то же самое. Вот видите, поэтому здесь я думаю, что этот месяц буквально через несколько дней у нас будет закрытие сентября. И на отметке 36.30 мы скорее всего и закроемся. Как мы закроемся? Нужно смотреть, конечно, на месячный график, либо мы закроемся под самый лоу, возможно, ниже уровня. Но если у нас будет бар паранормальный и вся торговля будет вестись, то есть активно вестись внутри паранормального бара, это не будет совсем хорошо для анализа в дальнейшем. Поэтому пока падение, да, но как-то сейчас глобально говорить, будет ли пробой уровня 36.30, здесь уже сложно. Но скажу так, что тренд уже нисходящий на глобальном таймфрейме есть. Есть отметка, к которой мы подошли, да, это сильный уровень и злом. Вот это лоу этого бара является очень сильным уровнем, уровнем и злом. Вот поэтому здесь уже нужно смотреть по ситуации, как закроется месяц и смотреть уже именно закрытие на дневке, на недельке. Если у нас будут какие-то накопления вот здесь, да, там под уровнем, либо консолидация на уровне, проторговка, то мы можем, в принципе, рассчитывать на дальнейшее падение ниже уровня 36.30. Тесла. Тесла сходит сейчас по-своему. Не могу сказать, что Тесла ходит за S&P 500. Тесла ходит. У нее свой характер цены, свое поведение. Могу сказать следующее. Здесь у нас есть определенные отметки. Да, почему я сейчас смотрю месячные графики, так как у нас сейчас конец месяца и желательно за несколько дней открывать месячный график, будь то это акция, либо какой-либо другой инструмент. Здесь будет уже легче определить вообще поведение рынка, направление и так далее. Смотрим, да, у нас здесь есть отметка излома, да, вот такое вот было падение с гэпом, уровень 234. И вот по отношению к этому уровню мы смотрим, что происходит. У нас, во-первых, канал по Тесле, да, у нас тренда нет. Здесь у нас есть далекие закрытия, ложный пробой, выкуп, да, выкуп. И мы остановились на отметке, я вот обозначила уровень вот этого излома, первичный откат. То есть это первичный откат. Первичный откат именно по отношению к этому самому движению. То есть если говорить сейчас, да, то Тесла у нас заходит в восходящий тренд. Поэтому у нас сейчас есть уровень 299. Это отметка. И выше данной отметки Теслу можно рассматривать дальнейшие покупки. Здесь также на недельном графике у нас есть уровень излома. Этот же уровень взят с месячного графика. Но здесь он также, видите, подтверждается. Если смотреть дневку, то дневка у нас... Дневка у нас, то есть здесь сейчас уровень выступает уровнем плавающим, да. Вот у нас отметка есть, здесь повторяется, вот они, видите, здесь вот, видите, касание. Поэтому закрытие, то есть у нас если будет такой вот разворот, да, именно на RITES, если инструмент пойдет и закроется выше уровня 299.66, Теслу, конечно же, лучше покупать. Да, у нас было сильное падение в пятницу, но смотрим все-таки на дневку, на более старшие таймфреймы. Старшие таймфреймы говорят о том, что Тесла, скорее всего, продолжит рост вот после вот такой долгой консолидации на уровне. Apple. Так, давайте Apple. Apple, в принципе, ее можно, эту акцию, как-то присоединяй к S&P 500, именно технически эти инструменты похожи. Если сейчас смотреть на месячный график, то, во-первых, у нас вообще месяц начался с того, что у нас вот был вот такой вот излом паранормальным баром. По отношению к этому излому у нас нарисовали на графике ложный пробой одним баром, да, и сейчас пошло подтверждение. Поэтому у нас здесь есть своя отметка, вот он уровень излома 1, да, и вот он уровень излома 2. То есть вот это зеркальный уровень, видите, вот, подтверждается, это месячный график, уровень 149. То есть если мы пойдем ниже данной отметки, то Apple можно, в принципе, дальше продавать. Что вообще, если посмотреть на недельном графике, что у нас здесь произошло? Здесь также стоит обратить внимание на такой сценарий. То есть у нас было падение, ложный пробой и вот такое вот сильное падение. Это означает то, что здесь сейчас сидят в рынке крупные продавцы, тем более это паранормальный бар. И если посмотреть дневка, видите, дневка также у нас находится в шортах. Все, у нас нисходящий тренд. Вот он, нисходящий тренд. Поэтому вот у нас есть на дневном графике свой уровень излома. Вот он, у нас есть далекие закрытия, но мы, видите, мы опять возвращаемся к этому уровню. Поэтому на этой неделе желательно смотреть закрытие ниже уровня 148.50. Либо какое-то накопление, либо поджатие ниже уровня 148.50 по Apple. Это означает, что, скорее всего, инструмент пойдет ниже. Цели у него есть. Цели падать. Это уровень. Вот он. Даже можно ниже немножко взять, ориентироваться вот по этому узлому и по этому. Если Apple падет ниже, то целесообразнее его ожидать возле уровня 130-135. Примерно вот так вот. American Express. Так, American Express также продолжает падение. Все, видите, многие акции сейчас находятся в снижении. Здесь также по отношению к этому первичным узлам у нас есть ложный пробой инструмент. Все, инструмент пошел. Здесь у нас было длинное безоткатное движение. По идее, с такого движения, да, у нас либо отбой, либо ложный пробой. Мы этого здесь не увидели. То, скорее всего, инструмент дальше опять сюда подойдет. То есть, протоции опять подойдут к этой отметке, чтобы что-то нарисовать, возможно, да, либо закончить свое движение. Поэтому уровень 134.06 в American Express пока является ближайшей ценой. Вот, на эту неделю American Express, скорее всего, дальше будет падать. И отметка будет ближайшая 134.06. Да, на эту неделю. Потому что, видите, месяц закрывается. И как раз-таки через неделю, я думаю, месяц близко закроется до данной отметки. Возможно, даже закроемся ниже уровня 134.06. Boeing. Boeing также падает у нас, находится в снижении. Здесь такая же, в принципе, ситуация. У нас есть безоткатное длинное движение в шорт, далекие закрытия, ложный пробой. Но, видите, не хватает объемов покупателям, чтобы идти дальше, да. То есть, с ложного пробоя. Либо здесь вот накопление, по идее, да, должно быть, мы должны пойти дальше. Но нет. Видите, делают ретест, то есть, в обратную сторону рисуют ложный пробой. И инструмент опять идет на ретест уровня 116.76. Поэтому я думаю, что эта неделя по Boeing закроется также в снижении. И вот ближайшая цель это 116.76. Поэтому я думаю, что Boeing упадет. А, возможно, понедельник, вторник, да, у нас будут какие-то коррекции против тренда. Но глобально, если смотри, глобально у нас цели все-таки шортовые. Так, Ford Motor компания также находится в снижении. Здесь аналогичная ситуация. Было длинное безоткатное движение, ложный пробой, да. Не хватает объемов покупателей. Мы опять идем на ретест. Поэтому по Ford Motor такие же, в принципе, цели на снижение. Месяц закрывается в шортовом направлении. Ближайшая цель по Ford Motor 10.90. Hershey компания также... Нет, ну здесь, смотрите, здесь немножечко по-другому. Здесь у нас дела обстоят так. Во-первых, у нас вот был тренд, да. Начнем с того, что у нас компания была в таком глобальном восходящем тренде. Вот здесь вот у нас есть остановочка. Здесь мы также подтвердили, да, длинное безоткатное лонговое движение, далекие закрытия. Опять подошли близко, нарисовали ложный пробой, да. Одним баром все, теперь инструмент идет. На самом деле инструменту после вот такого сценария очень-очень можно идти хорошо. То есть это ложный пробой, данным именно после вот такого вот, то есть это как бы разворот считается. После вот такого длинного движения, если мы рисуем ложный пробой одним баром с подтверждением, то, в принципе, говорит о том, что, скорее всего, будет хорошее движение. Поэтому по хорошее компаниям здесь мы на что можем ориентироваться? Только при ближнем ретесте желательно, да, если продавать, потому что продажи вот здесь, кто не зашел, уже поздно заходить. Поэтому ближайшая цель ориентир 217.55. Если на развороте, то есть на ретесте закроемся ниже, то хорошее можно продать. Пока мы находимся в покупках, да, в коррекции в такой. Так, ну у нас здесь также есть V-отметки. Это уровень откатного бара, откуда был сделан перелод цены. Здесь у нас уровень, видите, далекие были закрытия. И, скорее всего, с этого уровня, если сегодня опять к нему подойдем, если сегодня к нему опять, либо близко к нему подойдем, то, в принципе, отсюда можно даже продать. Вот у нас был тренд, видите, и на этой отметке сейчас вот эта волатильность пройдет. Как только затухание, произойдет затухание волатильности, можно будет хершей продать. Либо близко от этой отметки, либо уже ниже уровня 217.55. Модерна. Так, модерна абсолютно. Здесь такое же падение. Здесь есть хороший сценарий. Это месячный график. Длинное безоткатное движение, паранормальные бары. Но, когда у нас вот такие паранормальные бары, они ведут к разовроту. Но, когда у нас есть накопление внутри этого бара, это означает, что у нас идет продолжение движения. У нас накопление есть и очень хорошее. Закрытие ниже уровня. Видите, low этого бара. 137.95. Закрытие ниже. Все. И модерна, скорее всего, у нас будет падать примерно на такое же расстояние. Ближайшие цели 87.92. Ориентируюсь вот по вот этому узлу. Поэтому модерна тоже вниз. Netflix. Netflix. Также компания, как и Tesla, смотрится сейчас сильнее рынка. Они смотрятся в шорт совершенно. Здесь, наоборот, все пока за лонги по Netflix. Здесь у нас есть паранормальный бар. Накопление. Но, видите, выкуп пошел. То есть, мы не остались в этом диапазоне. Мы пытаемся сейчас зайти в лонговую. Такую достаточно уверенную в лонговую зону. Выше уровня 230.13. Поэтому на дневке обращайте внимание именно на данную отметку. Выше уровня 230.13. Так, ну, на дневке давайте немножко по-другому, наверное, нарисуем, чтобы было... Так. Вот, наверное, да. Вот у нас, вот он, излом. Вот он. Все по отношению к этому уровню. Что у нас происходит? Мы смотрим. Видите, ложные пробои, но всячески они не реализовываются. Опять идет ретест. Поэтому от уровня 224.59 Netflix, конечно же, лучше покупать. Но, опять же, покупать как? Не сразу, да. Сейчас мы находимся в таком волатильном шортовом движении. Как только вот эта вот вся волатильность пройдет и будет закрепление выше, то есть, мы поймем, что это не пробой, да, а ложный пробой, как здесь или как здесь, да. Когда вот такой сценарий подобный нам рисует график, то тогда Netflix можно будет смело покупать от уровня 224.59. Так, Nike. Nike смотрится в шорт. Здесь у нас было такое длинное безоткатное движение, но, да, то есть, мы вот здесь вот после ложного пробоя не прошла реализация. Мы рисуем повторный ложный пробой только уже в шортовую сторону и на самом деле сейчас заходим в шортовую зону. Поэтому здесь Nike также смотрится в шорт дальнейший, дальнейшее падение и ближайшие цели 85.81. Nvidia. Nvidia также находится в падении. Ближайшие цели 114.94. Месяц также об этом говорит, что здесь, в принципе, есть куда падать, да, вот он излом, ближайший уровень излома. 114.94 – это ближайшая цель у Nvidia. Все, ребята, вот такой вот обзор на эту неделю. В принципе, инструменты, думаю, что многие можно допродать, то есть, они находятся сейчас в снижении, и остается только ждать хорошей точки внутри дня и брать достаточно неплохие движения. Всем успешной торговли. Всем пока.